ну покажу продемонстрирую значит что это такое чем это едят значит эта косметика которая применяется может вы все уже знаете но я повторюсь до процедуры аппаратного массажа она сделана по формуле одной из ведущих компаний но не буду произносить ее имени запатентована компания бифлексе и по сути своей она имеет достаточно уникальный состав то есть не уходят компоненты которые способны бороться с целлюлитом которые способны которые содержат в себе расщепители жиров и что самое него немаловажно они обладают достаточно высокой проницаемостью то бишь если вы знакомы с алгоритмом проведения любой антицеллюлитной процедуры по телу там косметической сначала кожу нужно помыть потом нужно снять верхний слой эпидермиса скраб и сделать скраб или пилинг только после этого наносится питательная маска которая тоже там содержит уникальную форму сейчас все питательные маски много компонентные таких узких уже нету вот и и она работе тогда она работает потому что кожа уже открыта то здесь уникальность косметики заключается в том что нам не надо готовить кожу за счет сейчас очень модные низкомолекулярные связи не называются пептиды вот за счет низкомолекулярных связей молекул то есть все компоненты могут достаточно глубоко проникать в кожу получается что получается мы наносим косметическое средство на проблемные зоны до процедуры она уже там начинает работать а с помощью массажа бифлексия с помощью усиления кровотока лимфотока мы разносим это косметическое средство эту масочку внутри в подкожном слое давая возможность попасть достаточно глубоко вы наверное знаете что есть понятие косметика есть понятие понятие космоцевтика косметевтика в чем разница по сути своей да то есть косметевтику косметевтика это косметика с лечебными свойствами да вот на самом деле ну по сути своей косметевтики никакой не существует просто есть косметика есть очень хорошая косметика высокого уровня которая может проникнуть до непосредственно дермы и там начать работать то есть эта косметика с высокой проницающей способностью ее вынесли в отдельный ряд косметевтика назвали да вот то есть понятное дело что она не лечит потому что иначе это было лекарственные препарат на него получать проводили бы испытания получали вы сертификаты специальные да там эти самые продавался бы только в аптеках и так далее да все это все-таки косметика но не очень хорошая проницательная способность это не косметика эта косметика но у нее тоже хорошая проницающая способность и мы ее усиливаем еще за счет вот этого дополнительного воздействия нашим массажем она есть холодного и горячего действия но это холодная горячая на мой взгляд это уже просто маркетинговый ход то есть кому то нравится холодок кому то нравится скажу сразу что больше людям нравится горячие любые горячие процедуры потому что явно виден эффект в баню зашел все морда красная значит баня хорошая вот солярий пришел там нас я вообще изначально старый солярщик мы одни из первых минске соляриями занимаемся вот человек пришел солярий позагорал если лицо покраснело значит солярий хороший можно ему сколько угодно объяснять там про меланин правы выработку витамина d нет важно чтобы был эффект на лицо то же самое здесь то же самое здесь то есть человек видит какое-то покраснение если человеку больно все человек чувствует то есть вот что такое антицеллюлитный массаж расслабьтесь настя да на костюме написано это самое вот я сейчас делаю антицеллюлитный массаж но мне за это денег не заплатят вот то есть она потому что у нее есть уже сложился стереотип у нее есть понятие что антицеллюлитный массаж это должно быть больно должно там не знаю синяки остаться вот так значит плана переходя к практике значит я в своей практике совмещаю массажа бифлекси аппаратные массажи с после зометрической релаксации и миофасциальными релизами что это такое значит наши миофасциальный релиз наши мышцы вообще все все ткани наши и внутренние органы даже кости в нашем организме имеют оболочку оболочка называется фасция это оболочка иногда принимает форму связок когда мягкая ткань мышца заканчивается остается вместе прикрепления остается только оболочка она является связкой потом она опять заполняется мышечной тканью вот и в этих оболочках очень часто создается напряжение и перенапряжение то есть если человек переработался допустим перетрудился спал неправильно неудобная поза долго сидел и так далее возникает напряжение не только мышечные ткани возникает напряжение вот в этих фасциях причем иногда иногда бывает так что причинно-следственная связь находится далеко друг от друга то есть напряжение в области лопатки может дать болевые ощущения в области крестца либо поясницы напряжение в области голени может дать болевые ощущения в области ягодицы потому что мышца мышечная ткань мышечное волокно она как я уже сказал имеет свойство заканчиваться а наша фасция она и перри перетекает одна в одну одна в другую опять наполняется мышечной тканью опять заканчивается соответственно зажимы либо напряжение где-то в этой области по этой оболочке может передаваться дальше передается дальше напряжение страдает сустав или страдает мышца на нее на нее возникает излишне напряжение представьте себе пальцем пиханую колбасу деревенскую да вот она находится такой кишке вот если мы эту кишку начнем сворачивать то за ней будет пытаться свернуться и сама колбаса внутри это кстати на колбасе очень легко рассматривать причины сколиоза соответственно освобождая вот эти вот оболочки освобождая фасции от напряжения и перенапряжения от зажатости мы в том числе снимаем различного рода проблемы и симптоматики и болевые ощущения значит каким образом мы сами можем совмещать это все бифлексе я сейчас буду показывать тоже на примере и пост изометрическая процедура после изометрическая релаксация то есть это тоже очень похоже на ситуацию с миофасциальным релизом единственная разница лишь в том что пост изометрия это действие противодействия мы если в первом случае мы растягиваем мышечную ткань и фасту и в том числе то в пост изометрической релаксации наша задача растянуть непосредственно мышечную ткань мышечная ткань лучше всего лучше скажем так будет растягиваться освобождаться от напряжения в случае если ее сначала тонизировать а потом тянуть то есть мы сначала вводим мышцу в тонус потом растягиваем вводим мышцу в тонус потом растягиваем это конечно же больше ручные техники это я вам сейчас расскажу о том что некоторые ручные техники потихоньку начинают применяться в аппаратных методиках естественно там где это может позволить оборудование не везде мы можем это сделать не везде мы можем долезть так если можно я возьму вот этот аппаратик всегда сначала подготавливается почву кожный покров растирается усиливается кровоток увеличивается его температура и после этого с ним только происходит работа непосредственно массаж так вот бывают достаточно такие объемные клиенты и достаточно с толстой жировой уже прослойкой когда разогреть кожный покров достаточно проблематично я должен потратить много энергии я использую вот этот крем бифлексе горячий вот он кроме того что помогает еще потом им бороться с целлюлитом он еще моментально вызывает гиперемию значит вот так я нанес крем и после этого начинаю растирать человека а это надо спрашивать у ком у компании ну у нас он в таких вариациях ну надо значит попросить производить банками я немножко отступаю от протокола во многих вещах поэтому может быть то что вы видите будет некоторым смысле вас беспокоить но тем не менее я так делаю манипулу детка уже у нее у меня есть для манипул у меня есть два положения одно положение на штативе то лопа второе положение подмышкой вот ну мне так удобней значит массаж обычно начинается так настя может чуть-чуть ко мне подвинуть массаж начинается с нижней конечности двигается вверх я буду сейчас проходить тезисно потому что ну я думаю что классический стандартный массаж вы все эти стандартные приемы вы знаете там бабочка покручивание там и так далее буду сейчас пытаться не проскочить не забыть что-то но тем не менее достаточно короткой тезисно значит начиная массаж снизу идем вверх мощность обычно устанавливается какая-то средняя какая-то средняя если человек первый раз но сейчас мы поставим 65 допустим допустим 65 значит что касается голени что касается голени значит голень мы массажируем стандартно варианте отрывистыми отрывистыми движениями лишь для того чтобы направить лимфу сторону ближайших лимфоузлов стопе у нас лимфоузлов нету ближайших лимфоузлов у нас коленном суставе случае если голень большая и требует дополнительной проработки то я конечно же могу и немножко уделить время значит я во многих случаях работаю одной рукой это ну я могу это сделать я это не знаю что так может каждый поэтому те же те же элементы можно делать и двумя руками вот заканчиваем заканчиваем опять же движение в сторону лимфоузлов и переходим язра я буду я буду сразу чтобы 10 раз девушка не ворочить сразу перебегать и переходим к варианту пост изометрической релаксации смотрите вот наша голень когда она поднимает носочек мышца напрягается сжимается когда она носочек вниз опускает мышца растягивается мышца сжимается мышца растягивается расслабьтесь значит теперь значит мы ею командуем значит на это самое когда я говорю сжимается когда я говорю расслабляется носочек подняли жали носочек опустили в это время я прорабатываю носочек подняли носочек опустили в это время я прорабатываю носочек подняли носочек опустили в это время я прорабатываю то есть я прорабатываю натянутую мышцу это дает возможности ей растянуться еще больше принципе это мышцы и надо ей чтобы чтобы мышца почувствовал облегчение чтобы и расслабиться ей нужно ее нужно потянуть дальше переходим на область бедра значит ну все наши стандартные приемы которые мы уже знаем продольные поперечные круговые там бабочки значит все это хорошо рассказываю что ну что то что может вы еще видели не видели не знаете значит кладем ножку вперед кому-то вы шагаем через ступеньку и двигаемся немножко туда значит вот когда по-разному по-разному бывает когда прилагаю бывает когда отдаю все то есть по сути своей смотрите я могу аппарат держать буквально пальчиками когда свежеиспеченный специалист массажист он обычно держит очень крепко эту манипулу напрягается и устает быстро нет то есть достаточно манипула будет делать все аппарат будет делать все сам и я ее могу держать буквально пальчиками то есть вакуум сам выполняет работу но иногда сейчас я покажу я все-таки прилагаю усилия кстати вот насчет я перекликаю аппарат насчет положения массажиста чтобы спина не уставала массажист должен стоять позе боксера ну поза боксера у каждого своя у кого-то она широкая у кого-то она поуже но нужно всегда чтобы колени были хоть немножко согнуты в большей месте степени и амортизировать на коленях спинка при этом должна быть ровная если мне нужно опускаться либо подниматься по у по по уровню вертикальному то я должен это делать не спиной а я должен подседать на колени я допустим хочу опуститься я вот подседаю на нижнюю ногу если я веду ножку я подседаю на одну ножку вот ну сейчас дойдем этого бог значит смотрите что мы имеем в этом положении может кто-то уже тоже видел когда я показывал значит тут тоже надо поймать положение это сильно то есть вот по примерное положение когда задняя поверхность бедра провисла провисла здесь она натянута здесь она провисла как вы думаете если я поднесу сюда манипулу где будет лучшая складка конечно здесь здесь манипула сама засосала провисшую мне ничего делать не надо нам засосала и все да все я работаю здесь я уже могу делать опять же выполнять все те же самые эти самые упражнения которые мы уже с вами знаем значит здесь что мы еще имеем здесь мы имеем хороший разворот ягодичной складки да здесь складочка собрана во внутрь ее проникнуть сложнее здесь она распрямлена соответственно здесь мы можем эту ягодичную складочку тоже проработать хорошенько саму ягодичку можно прорабатывать здесь у нас бачок появляется вот видите да вот он пожалуйста вот мы его можем прямо вот сюда вот сюда заводить ну и конечно же включая немножко после заметки ножку подняли мышца сжалась ножку опустили мышца потянулась дальше идем бака спина ну я обычно хозяйничаю на клиенте ну либо по-другому никак либо человек делает то что я говорю либо либо он ко мне не приходит значит смотрите без нижнего беля практически никто не приходит на массаж у всех людей в каждом нижнем беле есть резинка опустив немножко резиночку мы выдавливаем выдавливаем бачок у кого-то сильнее резинка у кого-то меньше вот он появился бачок значит и вот этот бачок уже очень хорошо легко можно ходить там бачок можно делать то есть смотрите это я вам сейчас показываю набор даже не значит что вы весь набор а да и даже не знать что вы все эти элементы будете отрабатывать на одном массаже не заночником не работаем да но иногда бывает что позаночек лежит достаточно в глубокой ложбинки между двумя мышечными валиками и тогда я могу себе позволить даже у этой модели я могу себе позволить немножко перейти через позаночек и это приятно это я делаю конечно на свой страх и риск не нажимая естественно причем вот эта манипула достаточно удобно в этом плане потому что здесь ролики находятся выступают за пределы манипулы старые манипуле есть риск травмирования вот заносим ручку здесь у нас вот здесь очень хорошо выходит лопаточная зона вот значит в лопаточку периодически нам доставать людям потому что если они доставать там могут возникать застойные процессы да и вот мы пожалуйста проходим в том числе лопаточку ну есть это все индивидуально это все индивидуально есть у нас были пришла девушка которой было щекотно она смеялась когда и делали массаж я думал что это единичный случай и следом за ней пришла совершенно незнакомая ей другая такая же ну нет это сугубо скорее всего просто какой-то болевой по чувствительность болевой порог да так значит ручки ручки я обычно делаю вообще на маленькой мощности мне этого достаточно ручки можно делать положение вдоль тела можно делать положение свесив на бог можно делать положение как он можно делать во всех трех как как а да ради бога можно и тогда возьмите здесь не спал они так и так я не делаю это для меня что-то новое будет обмену обмену оптом а тогда вот тогда вот тогда но видите нет не только и я вам что-то покажу и вы мне тоже вот так вот тогда понятно ну вот тоже вариант так дальше давайте ложитесь на бочок спиной ко мне значит таком пола можно выложить человека вот таким вот образом в этом случае у нас открывается внутренняя поверхность и это то положение когда внутренняя поверхность расслаблена то есть мы вот можем хорошо проработать всю внутреннюю поверхность можем с изменением направления манипулы вы сами понимаете что есть люди которые могут упасть и больше не встать вот обычно когда человек упал он стал упал стал пошел пока жив по крайней мере кожа состоит из волокон волокна включены эластиновые такие эластиновые волокна она эластична то есть при растяжении она должна возвращаться обратно возможно что у нее такой конкретный случай когда происходит изменение которое до она растягивается не возвращается обратно то это ну может быть может раз два миллион нет скорее что то есть здесь ни при чем не упать же не бифлексе не мастер здесь либо она обманывает либо есть другая психологическая причина значит опять же в этом положении в этом положении вот у нас удобно открывается ягодичка ну и нормально пускай тянется это смотрите на усмотрение здесь смотрите здесь нету каких-то четких рекомендаций вообще на максимальной мощности работать можно достаточно редко то есть обычно на максимальной мощности работают такие плотными клиентами из уже подготовленными клиентами которые уже давно ходят гнаться за мощностью не обязательно даже на небольшой мощности все равно аппарат будет выполнять свою функцию и на большой мощности с таким клиентом который рыхлая тянущаяся кожа вы тоже не сможете работать она будет засасывать да нет просто на маленьких мощностях у нас тоже есть такие клиенты ну вот у меня есть такая клиентка мы работаем ну максимум на там 45 50 и да все нормально ну она сама по себе худенькая то есть она она худенькая у нее и такая она и кожа у нее такая мягкая вот два шага делает потом кожа трогается с места это самое поэтому там результаты судить сложно но она говорит что по крайней мере ходя на бифлексе она не полнее клиента ну мне комфортнее делать на где-нибудь там на 70 80 80 даже то есть это мощность при которой я уже чувствую захват но при этом я не сильно устаю потому что когда ну и это я сейчас вам показываетесь так вольготно мы беседуем сам процесс массажа это достаточно интенсивный фитнес это достаточно интенсивный фитнес для меня да вот и конечно когда делаешь на сотни то через эти полчаса там 40 минут часто и уже выжжет да вот поэтому конечно для меня более комфортно там процентов 80 противопоказания вы знаете здесь дело в том что сложно сказать также вы ездить транспорте небезопасно если камни не могут выйти да причем даже наверно более небезопасно чем работать массажистом вот здесь как бы просто либо жить либо не жить да то есть ты живешь предполагаю что кстати насчет камней у клиента ну по-моему здесь говорилось да то есть если камни в почках или кто или где-то слышал одни муха среди желчном пузырье да то соответственно мы брюшную область не делаем вообще не делаем ну дело в том что песок как раз таки может и наоборот лучше бы что вышел да пока пока он песок да то есть если камень и я мне вообще очень трудно мне я вообще тогда отправляю человека к доктору потому что камни бывают разной природы салаты там еще это сама и мне даже ему трудно проговорить питание как отрегулировать потому что я ему скажу вот это ешь там первое то не ешь окажется что то что я ему сказал будет провоцировать рост камней понимать здесь надо идти к доктору определять природу камней а потом наверно к диетологу так будет правильно вот либо тогда не делать соответственно всю эту грешную грешную область так поехали дальше лягте на спинку когда прикладываем вот так вот ножку но получается если тогда у нас внутренняя зона была на расслаблена то здесь наша внутренняя зона получается натянута вот и мы этим принципе можем пользоваться вы сейчас возвращаете поднимайте колено вверх а я буду мешать поднимается поднимается отпускается поднимается отпускается и теперь делайте то же самое поднимайте отпускаете то есть сейчас ее мышца сокращается внутренней зоны расслабляется сокращается расслабляется мы в это время делаем массаж да вот можем если ну если будет позволять можем ей позволить поднять немножко больше. То же самое можно делать переднюю поверхность бедра. Сейчас она просто лежит расслабленная, а сейчас поднимайте ножку, выпрямляйте, отпускайте, выпрямляйте, отпускайте. Сейчас у нее напрягается битевс бедра. Мышца, получается, наша мышца, наша мышца, она сжимает, наши мышцы ничего не умеют делать, кроме как сжиматься и разжиматься по сути своей. То есть, когда они сжимаются, я битевс, допустим, это самое сгибаю, он сжимается, увеличивается в размере и в него поступает кровь. Потом я разжимаю, во-первых, растягиваются волокна, во-вторых, кровь растекается по тканям. Сжимаю, кровь поступает, разжимаю, он растягивается, кровь растекается по тканям. То есть, таким образом, мы улучшаем циркуляцию крови и растягиваем волокна. Лучше растягиваются волокна. Да, в том числе, в принципе. Вот, дальше. Про животик хотел еще пару слов сказать. Росживотик. Смотрите. Значит, животик. Вот у нас как раз хороший пример, яркое отсутствие животика. Животика нету, но, тем не менее, во-первых, его делать все равно надо, как комплекс. Во-вторых, это мне кажется, что у нее животика нету, а ей может казаться, что у нее проблемный животик. Да, вот, и это самое. Конечно, мы можем его делать вот так, здесь. Ну, во-первых, ну, частично надо аккуратно быть, чтобы не стучать по костям, да. Вот. Ну, значит, здесь мы можем также применять определенную методику, которая нам позволяет получить животик хоть в некоторой степени, да. Если мы сейчас немножко согнем ножки, да, то у нас натяжение пропадет, животик станет более мягкий. Соответственно, он легче засосется в манипулу. Вот. Если мы сейчас надуем животик, надуйте животик. Сдуйте. Еще сильнее надуйте. Вот вы должны дышать животиком прямо как шарик. Вот. Вот. Мы заставляя человека дышать животиком, тоже, значит, соответственно, увеличиваем себе площадь, поверхность для работы. Вот она, говорит, дышите животиком, она дышит, дышит, дышит. Вот. Показываю. А, если я не понял, вы не понимаете, вы не понимаете, что вы не понимаете, что вы не понимаете? Не слышу. Еще раз так. Мы еще дойдем до этой манипулы. Я еще пока вам большой показываю. Да. Вот. В этом случае, значит, вот мы дышим, дышим, дышим. Задержали животик, надули, задержали. Поработали животиком, да. Вот. Отпустили, дышим опять. Опять надули, дышим заново. Подержали. Вот. Сидя. Есть. Я делаю сидя. Ну, по-разному. Смотрите, есть. Садитесь, Настя. Вот. Когда человек лежит, ткань растягивается. Когда человек садится, либо встает, животик моментально собирается. Ну, куда? Садитесь ко мне, наверное, лицом. Вы можете... Есть такие женщины с колошек в сплаве? Есть, конечно же. И по-ткань растягивается. Вот. Вот. Когда человек сидит, животик хоть как-то появляется. Вот у нас сплавочка, да. Вот. И здесь мы уже можем его тоже... А кок, если это выливаем? Нет, так ради бога. Если там нету пирсинга, вокруг пупка тоже проблемная зона. Там тоже собираются жировые отложения. И вот мы таким вот образом прорабатываем, прорабатываем животик. Также сидя, мы можем прорабатывать переднюю поверхность бедра. Чуть-чуть подальше, чтобы упереться. То же самое. Смотрите, когда... Поднимите ножку одну. Когда у нас человек лежит, либо нога поднята, мягкая ткань огибает кость. Когда... Отпустите. Медленно опускаем. Смотрите, мы ножку опускаем, мягкая поверхность выдавливается. Выдавливается. У нас появляется поверхность для работы. Вот она. Кроме того, в таком положении мы можем не бояться травмировать коленную чашечку. И вот здесь вот над коленом тоже удобнее становится проработать. Ну и эти наши приемы все те же, да? Которые мы уже знаем. Далее. В этом же положении мы можем опять же применять нашу постизометрическую релаксацию. Ставим ножку, ограничиваем. Разгибаем ножку. Отпускаем. Разгибаем ножку. Отпускаем. То есть опять же наша поверхность, передняя поверхность бедра напрягается, отпускается. Далее. Раз мы уже посадили модель, раз мы уже посадили модель, садитесь на этот край кушетки. Спинка. У нас есть вдоль позаночного столба идут паравертебральные отростки, вертебральные отростки. И эта зона тоже требует дополнительной проработки. И она очень хорошо открывается, ручки за голову, когда мы человека... Держите за голову ручку. Когда мы человека вот так вот наискосок наклоняем. Понятно, да? Вот. Массажисты ручные работают в таком положении в ручном режиме, а мы сейчас будем это делать в аппаратном. Значит, смотрите, Настя. Немножко ножки раздвиньте, чтобы было удобней. Вот. Я вас сейчас буду наклонять локтем к противоположному колену. Это лучше делать маленькой манипулой. Просто сейчас... Ну, чтобы не переключать, чтобы по-быстрому. Ну, давайте. Переключили, да? Опускаемся. А теперь делаем выдох и опускаемся. И задерживаемся. А я и прорабатываю эту вот паравертебральную зону. Можно, если вы сможете одной рукой. Опять вдох, выдох. Прорабатываем. Поднимаемся. Значит, кроме этого... Ручку за голову. Чуть-чуть ближе ко мне. Значит, смотрите, сейчас я буду сгибать вот так вот в сторону. Ваша задача сгибаться и удерживаться здесь вот в конце на сгибе. Значит, когда мы человека сгибаем в одну сторону, у нас открывается пространство между ребрами. Между ребрами могут существовать зажимы неврологические. Мы, прорабатывая межреберное пространство, таким образом избавляем человека от возможностей неврологических проявлений. Согнули человека. Пошли. Можно даже вот так. Несмотря на то, что аппарат это антистеллюлитная программа, он все равно захватывает мягкие ткани. Понятно, да? Дальше. Что касается миофасциального момента. Вложитесь на животик. А, ну ладно, потом еще вернемся. Сейчас переключу опять быстро. Что касается миофасциального момента. Как растянуть фасции, как растянуть оболочку. То есть мы, делая просто массаж, уже в принципе растягиваем мышцы и оболочку. Значит, но если мы в месте крепления мышцы будем придержим, то мы получим, вот здесь вот кто-то задал вопрос, нажимаю я или нет. Вот здесь вот нажимая, я как раз таки растягиваю мышечную оболочку. То же самое здесь. Я придерживаю мышцу. Мышцу придерживаю. Вот идет мышечный валик вдоль позаночника. Вот я положил руку, фиксируя его. И даю возможность. Там не одна мышца, там много мышц в этом валике собрано. Но визуально он кажется одним. Вот. И просто придерживая одной рукой место крепления мышцы, я тем самым разглаживаю мышечную оболочку. Кроме этого я обычно спину и ножки захватываю в одну схему. То есть я делаю спинку, ухожу на ножки. Дренаж я делаю по-разному. Под настроение. Наши стандартные варианты. Продольный дренаж. Поперечный дренаж. Не будет. Такой дренаж. То есть задача дренажа по сути дренаж. Поэтому без разницы как он будет сделан. Можно... А? Дренаж, допустим, в какой момент лучше? Чем больше сначала дренаж, потом... Есть определенный алгоритм, по которому все учились. То есть... Сначала дренаж? Дренаж. Бабочка. Продольный. И только потом дренаж. Да. То есть это, в принципе, как и в ручном массаже. То есть сначала подготовка, а в конце дренаж. Так. Что еще хотел вам показать, рассказать? Значит, как мы еще совмещаем... На бачок еще раз, Настя, спиной ко мне. Допустим, мы делали человека в таком вот положении, да? То есть вот мы ему... Мы ей проработали внутреннюю поверхность. Мы могли в этом же положении проработать и ягодичку, и здесь внутреннюю поверхность, да? Мы могли и здесь вот так вот проработать, да, целиком. И здесь даже мы, по сути, мы захватываем и заднюю и переднюю поверхность бедра, да? Вот. Это самое. В этом состоянии, в этом состоянии, можем еще взять человека немножко покрутить. Ну, это скорее кто умеет вот именно... Ну, это уже да, это уже можно жить, что-то не так массаживать. Ну, безусловно. Но я думаю, что немножко отвести плечо, я думаю, практически каждый из вас может. Здесь всегда нужно понимать, что есть предел. Вам главное не заходить за предел. Вам надо чувствовать этот предел. Это вот лягте на животик. В этом положении вы можете тоже вот опереться на крестец, прижать крестец и немножко поднять ножку. Разблокировать сустав и переднюю поверхность бедра тянем. Вот. Но вы его выше не поднимите. Этот предел чувствуется, явно чувствуется. Вот. За предел ходить не надо. Дальше. Ложитесь на бочок лицом ко мне. Ножки сгибаем. Значит, я обычно после массажа спины, после массажа спины, ручки вот так вот в этот самый блачок. После массажа, когда вот мы спинку, ягодичку, поверхность промассажировали, возникает естественное желание немножко вот раскрутить. Первый вариант был, как я вам показал. Вариант второй, вот, покрутить вот таким вот образом. Ну, на одном бочке, так же и на втором бочке. Вот. Иногда, иногда, иногда. Иногда. Да. Ну, опять же, вот когда человек лежит в таком положении, можно немножко ему разработать вот тазовые суставы и коленные суставы сейчас включаются в работу. Как на одном бочке, так на другом. Вот. Иногда ложитесь на спинку еще раз. На спинку. На спинку. Значит, иногда уже для сильно таких клиентов, которые давно меня посещают, вот, проработав все тело, вот, знаете, как бывает, иногда после массажа хочется, после массажа или после сна хочется потянуться, хочется вот так вот, встаешь, так хочется, о, когда. Вот. Ну, я даю такую возможность человеку. То есть я придавливаю ее, это самое, своим телом. В это время она должна пытаться меня вытолкнуть. И, приподнимитесь, и сгибаю ее голову. Да. Все, отпускаем. То есть это вот то состояние, которое хочется человеку иногда сделать. Спасибо. Садитесь на коленки. Ну, давайте туда лицом лучше. Значит, еще одно положение, его называют положением кошечки, либо положение ребенка, не знаю даже как правильно. Да, вот. Смотрите, это то положение, когда мышцы спины хорошо натянуты, и позвонки растянуты тоже друг по отношению к другу. Вот в этом положении по-разному. Я сейчас попробую взять большую манипулу, но на худеньких лучше будет, пока сейчас включена, маленькая. Мощность та же, просто у нее дуло маленькая. Дырочка. Вот. И вот, смотрите, мы медленно, здесь мы не спешим, мы медленно проводим спинку. Тем самым расслабляя все наши позвоночки. С одной стороны, с другой стороны. Здесь можно немножко уделить внимание реберной части. Далее, Настя, садимся еще раз на, как на скамейку, на кушетку. Ножки туда. Смотрите, чем еще удобна маленькая манипула, что ею можно делать, что ею можно делать стопы. Ну, стопы показывать не будут, понятно, делаем стопы, да и все. Ей можно делать шейно-воротниковую зону, потому что она маленькая и удобная. Единственная проблема постоянно – это костюмы. Здесь еще костюм такой, более ничего. У меня есть костюмы, которые вообще вырез огромный, с ними беда. Значит, ну, если мы работаем шейно-воротниковой зоной, то удобнее, конечно, делать лежа. Да, человек кладет руки, лоб на кисти. Вот, соответственно, в этом положении расслабляются верхняя часть трапециевидных мышц. Вот, и мы прорабатываем вот эти все трапеции, все прорабатываем. Ну, сейчас будем показывать. Вот, второй вариант, я просто к чему хочу еще подвести, это, опять же, к постизометрической релаксации. Значит, здесь у нас рук не хватит. Да, у нас и волосы, и волосы. Ну, это то, что я показываю… Нет, это я все совмещаю, но это все не в одном массаже, конечно же, да. А что у вас примерно по времени дается массаж? Стандартно, 30-40 минут самые ходовые. Ну, например… Нет, естественно, не все, да. То есть, допустим, что-то одно определенное. Человек ходит… Смотрите, человек же ходит курсом, да, 5 раз, 10 раз там. Ну, у меня нету 10 раз, у меня 6, 9, 12 раз. То есть, я решил так, что, если человек готов купить 10 раз, то он купит и 12. Поэтому я убрал 10, поставил 12 с целью заработка денег. Вот, это самое… Это маркетинг. Маркетинг, да. 10 – это удобство бухгалтера, в первую очередь. Надо понимать, что вообще любой курс… Любой курс… Всегда абонемент в бассейн, 10 раз. Почему 10? Потому что удобно бухгалтеру. Значит, естественно, я все это, все, что я вам сейчас показываю, в одну кучу не валю, да. Вот, и то я сейчас показываю, знаете, я там волнуюсь, я что-то забываю, потом вспоминаю. И, конечно… Человек ходит 10, там, 12 раз. Соответственно, один раз ему достанется одно, второй раз ему достанется другое. Таким образом, у него каждый раз что-то новенькое. И он… Там круговые, боковые, бабочка, дренаж. А сюда придет, тут его и положили, и помяли, и согнули. Он думает, блин, наверное, здесь уровень специалиста выше, да. Ну, может быть, он и выше. Я не хочу там у кого-то пальму первенства забирать, но, по крайней мере, ощущение у человека такое возникает, создаётся, да. Значит, Настя, смотрите, я вам сначала покажу, а потом будем делать. Значит, ваша задача будет мою руку… Нет, ровненько держите, держите ровненько голову. Вот, мою руку толкать сюда, вправо, а потом на выдохе расслабляемся. Потом опять толкаем вправо, на выдохе расслабляемся. Вот, а я в это время буду делать ей массаж верхней части трапециевидной мышцы. Вдох, руку толкаем. Вдох и руку толкаем. Выдох, расслабляем. Вдох, руку толкаем, выдох, расслабляем. Вдох, руку толкаем, выдох, расслабляем. И мы таким… хватит хватит мы таким образом дошли его до крайней точки в этой крайней точке но у нас 1 1 блин комом да потому что еще нас тоже не знает как правильно сделать не приучено сейчас на вторую сторону будет легче вот и в этой крайней точке наша основная проработка то же самое здесь делаем вдох толкаем руку влево на выдохе расслабляемся голову ровно вдох выдох отлично вдох выдох вдох выдох все три раза достаточно и в этом крайнем положении мы прорабатываем верхнюю трапециевидную мышцу в это время завязи два раза она уже налилась успела налиться кровью и в крайнем положении она наиболее растянута ложитесь на на животик ручки положите под лоб вот так есть кисти под лоб да вот если бы еще костюмы научились делать другие вообще было классно с воротничком вот в этом положении мы можем проработать хорошенько сейчас мощность небольшая стоит но на маленькой манипуле можно мощность побольше ставить потому что за счет маленького отверстия она ну менее ощутима чем большая вот мы можем хорошенько проработать линии вокруг лопаточки ту же самую в расслабленном состоянии ту же самую верхнюю часть трапециевидной мышцы дельты хорошо прорабатываются вот этой у нас надо понимать что массаж шейно-воротниковой зоны без массажа дельтовидной мышцы это полумера потому что если мы здесь от массируем а здесь останется зажим зажим передастся на эту зону обратно и больно покраснение на лицо что называется вот значит маленькая манипула очень еще достаточно удобно для проработки зон который называется внутренние уши то есть большая манипула хоть мы можем человека выложить все равно она хорошо туда не достает маленькая достанет нас не коляски все раз на бочок спиной ко мне нижняя ровно верхняя согнута вот эти вот конкретные отдельные участки маленькой манипулы тоже очень хорошо прорабатываются стопы по всем по всему своему сейчас я покажу и так и тогда они не переключил в рамках массажа ног значит вот вариант 1 человек сидит соответственно коленная чашечка немножко опущена и у меня 10 освобождается пространство и вот я могу достаточно легко прорабатывать эту зону не боясь ударить по колено чашечку могу подложить руку если уж совсем боюсь ударить вот ну а наши приемы здесь все те же самые которые мы уже с вами знаем бабочка ну можно так можно пилообразно можно 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 пилообразно да с этим а с этим лежа с этим лежа ложитесь на спинку на спинку вот а здесь если требует и внутреннюю проработка то лежа тогда вот я работаю над коленом беру ножку вот она немножко выдавливаю пальцами и пошел можно и на голени так пожалуйста вот выдавили немножко насчет выдавливанию насчет можно даже переход небольшой сделать случай если по до кучи ну вы можете не выдавливать можете просто положить попросить модель положить вот так вот ножку и делать но мне удобнее мне удобнее выдали то есть я вот выдавил поверхность которую хочу проработать она стал сама ложится во внутрь манипулы то же самое да то же самое лягте просто я вас сегодня покручу уже по полной лягте на животик еще пожалуйста на животик и еще раз ножку ножку в сторону вот так как мы сгибали да смотрите здесь вот тоже то что я говорил бедро получается расслаблено я иногда еще дополнительно выдавливаю и работаю чтобы человек не падал немножко коленом подпираю вот и работаю вот вот она висит а вот он а вот она немножко выдавлена видите как меняется ситуация сразу появляется поверхность который можно поработать здесь ухожу хожу сюда вообще такие длинные пролонгирующие движения стараюсь использовать часто потому что людям нравится когда такие длинные пролонгирующие движения и вот у некоторых даже мурашки по телу бегут но они приходят для чего на чтоб удовольствие в том числе получаю да да значит вот это вот крайне крайняя точка ягодичная которую все время пытаемся поднять и подтянуть да да вот на ней можно прямо немножко задержаться подольше и потом разгладить главное если вы долго делаете вот этого движения называемая бабочкой после него нужно обязательно сделать разглаживающие движения чтобы не оставить гематом значит что касается что касается вообще вот человеческой эстетики тела наша осанка наша спинка она поддерживается сзади мышцами спины а спереди мышцами живота и груди с маленькой манипулы я даже делал некоторым дам у которых грудь позволяла верхнюю грудную мышцу вообще в ручном массаже в ручном массаже да я но мужчинам делаю грудь полностью женщинам понятно что грудью занимается мамолог мы мы можем то есть мы работаем только с верхней с верхней грудной мышцы до верхней частью грудной мышцы вот маленькой манипулой при достаточном объеме груди можно по крайней мере достать хорошо проработать верхнюю часть грудной мышцы причем ну я так конечно меня статистики нету но чисто гипотетически сокращение проработка этой мышцы может даже со временем привести к поднять при поднятию самой груди дасток то к чему все женщины стремятся чтобы грудь была немножко выше то есть за счет вот этой мышцы до проработки можем немножко ее потерять но у меня такой статистике нету никто не не сказал что грудь стала выше там еще что-то нет мы проработаем мы мы не уходим мы не нет мы уходим и мы под мышку не идем мы работаем только непосредственно самой мышцы переключается лимфоузлов много вообще на самом деле и там бояться бояться вот смотрите натягиваете повернули опустили до на маленькую повернули затянули повернули пустили так что основное время все уже там все ну не знаю не знаю что то что то что то полезного